Здравствуйте, уважаемые студенты! С вами преподаватель специальных дисциплин Алматинского колледжа моды и дизайна Ефремова Светлана Александровна. Мы продолжаем с вами изучать курс материала для швейных изделий. И тема сегодняшнего урока – вата, ватин, ватилин, поролон, натуральный и искусственный мех. На уроке мы познакомимся с различными видами утепляющих материалов, их достоинствами и недостатками, а также с ассортиментом пушно-меховых изделий и способами производства искусственного меха. Но прежде повторим тему швейные нитки и клеевые материалы для соединения деталей одежды. Перед вами вопросы, на которые вам необходимо ответить письменно. Какими могут быть швейные нитки? Из чего вырабатывают хлопчатобумажные нитки? Какие бывают нитки по характеру отделки? Из чего изготавливают шелковые нитки? Каких номеров они бывают? Зависимость номера и толщины ниток. Дать характеристику армированным ниткам и мононитям. Ответы пришлите в былим параграф. На сегодняшний день утепляющие материалы подразделяются на три основных вида. Натуральные утеплители, синтетические утепляющие материалы, утепляющие материалы смешанного типа. Несмотря на активное развитие технологий, а также создание современных теплозащитных полотен и утеплителей, многие до сих пор предпочитают доверять проверенным натуральным материалам, считая их более теплыми, комфортными и безвредными для человека. Среди натуральных утеплителей это утеплители из пуха, гуся, утки, лебедя. Эти утеплители содержат не только пух, но и перо. В качественном изделии должно содержаться не менее 60% пуха. При хорошей теплопроводности, гигроскопичности, этот утеплитель имеет и недостатки. Он является отличной средой для размножения перьевых клещей, а также притягивает частички пыли. За ним требуется особый уход. Шерстяной утеплитель считается долговечным, износостойким и гипоаллергенным материалом. Одежда с утеплителем из качественной шерсти довольно теплая, долго не теряет внешний вид, не раздражает кожный покров, а также не впитывает посторонние запахи. Однако есть и минусы. Высокая плотность, довольно большой вес, активное впитывание влаги, сложности в чистке. Поэтому в современных моделях шерсть в чистом виде используют редко. Одежная вата представляет собой пышную, слегка спрессованную массу прочесанных волокон хлопка. Она выпускается различного качества в зависимости от вида сырья. Вата должна быть хорошо прочесана, легко расслаивается на слои различной толщины и не должна содержать крупные узелки и сорные примеси. Отсутствовать запах и затхлость. Шерстяная вата может быть из верблюжьего пуха или овечьей шерсти, либо смеси шерстяной ваты и хлопка. Стоит сказать о смешанных видах утеплителей. Ватин. Недорогой утепляющий материал, в составе которого часто можно встретить как шерсть, хлопок, так и частицы лавсана, полиэстера с вискозой, даже отходов ткацкого производства. Качество ватина напрямую зависит от состава и технологии производства. Лучшим утеплителем считается ватин, изготовленный с большим количеством шерсти вязально-прошивной техники или посаженный на марлевую основу. Подобный материал теплее, легче, долговечный других разновидностей. Однако по теплоизоляции ватин уже довольно давно проиграл большинству современных утеплителей. Шерсти пон, утепляющий материал для зимней одежды, туристического и спортивного белья, спальных принадлежностей, содержит натуральную шерсть и полиэфирное волокно. Плюсом данного утеплителя можно отнести легкость, пластичность, высокую гигиеничность, хорошую теплоизоляцию. Альпалюкс – наиболее современный вид утеплителя в данной категории. Состоит из натуральной шерсти и микроволокна. Прекрасно сохраняет тепло даже в самые холодные и ветреные дни. В долгое время не теряет форму, не вызывает аллергических реакций. Легкий, мягкий, эластичный. Ватилин – это особый вид ваты. С обеих сторон обработан клеевой эмульсией. Отличается жесткостью. Его изготавливают как из натуральных материалов – хлопка, шерсти, льна, так и из различных синтетических волокон. Виды синтетических утеплителей, в отличие от натуральных либо смешанных категорий, лучше сохраняют форму, легко стираются, прекрасно переносят активную мозгу. К тому же синтетические материалы из полиэстера абсолютно гипоаллергенны, не впитывают запахи и пыль. Синтепон – самая известная полиэстеровая ткань. Отличается дешевизной, легкостью, а также неплохими тепловыми качествами. Из недостатков – плохая воздухопроницаемость, склонность к быстрой деформации, потере диплозащитных свойств. Холлофайбер – это утеплитель известен своей надежностью, а также высочайшим качеством. Материал долгое время не теряет первоначальных характеристик, благодаря силиконизированной структуре прекрасно сохраняет тепло. Особенностью данного утеплителя является использование тончайшего волокна, размер которого в несколько раз меньше человеческого волоса, что позволяет сформировать большее количество воздушных слоев, обеспечивающих потрясающую теплоизоляцию. Изософт считается одним из самых теплых и долговечных синтетических материалов. Представляет собой довольно тонкий утеплитель из полиэфирных шариков, которые запечатаны в единое полотно особым полимерным покрытием. Обладает высокой износостойкостью. Пенополиуретан или поролон. Легкий, эластичный материал с хорошими теплозащитными свойствами. Воздухопроницаемый, безвредный, выдерживает стирку в нейтральных растворах. Термопластичен, что позволяет придавать ему нужную форму. Сейчас я попрошу вас заполнить сравнительную таблицу утепляющих материалов. Вам дан пример заполнения. Так опишите все услышанные сегодня утепляющие материалы. Перейдем к рассмотрению искусственного меха. Искусственный мех сейчас становится весьма популярным. Во-первых, такой материал не приносит ущерба окружающей среде. А во-вторых, современные технологии позволяют создать мех, который внешне мало отличается от настоящего. Данный материал имитирует натуральный мех. Он состоит из ворса и основы. В зависимости от вида и технологии изготовления, различают следующие разновидности меха. Трикотажный. Трикотажный. Этот материал изготавливается на кругловязальных и плосковязальных машинах. В основу петель трикотажа ввязываются пучки ворса из чесанной ленты. Другой способ. Вместе с вывязанным грунтом образовываются плюшевые петли. На следующем этапе производства петли разрезаются, образуя ворс. Для того, чтобы закрепить его, на изнаночную сторону наносится специальное покрытие из тонкой пленки, которая к тому же водонепроницаема. Тканный изготавливается на ткацких станках, обычно двухполотным способом. При этом способе в переплетении используются три нити. Основная, уточная и ворсовая. Образуются два полотна, соединенные общим ворсом. Затем этот ворс разрезается. Посередине специальным ножом и на выходе из тонка получаются два полотна искусственного меха. Для более прочной фиксации ворса на изнаночную сторону грунта может быть нанесено специальное покрытие. Ткани прошивной или втафтинговой изготавливают на тафтинговой машине. Грунтовое полотно прошивает ворсовыми волокнами, в результате чего образуются ворсовые петли. Петли на следующем этапе разрезаются и получается ворс, который затем выравнивается и прочесывается. Клеевой способ. Этим способом вырабатывают искусственный каракуль, искусственную смушку. На грунт основы специальным клеем приклеивается завитая особым образом ворсовая нить. Синель называется. В переводе с французского синель это гусеница. В качестве основы обычно используют бязь или меткаль. Сырье для производства данного материала может быть как натуральное, так и синтетическое. Для грунта могут использовать натуральные, смесовые и синтетические ткани. Для ворса используют в основном волокна капрона, лавсана, нейтрона и ацетатные волокна. Также встречается искусственный мех, для ворса которого используют натуральную шерсть. Поработайте самостоятельно. Пользуясь внешними источниками, заполните таблицу о достоинствах и недостатках искусственного меха, выработанного различными способами. Натуральным мехом называют выделанные шкурки, снятые из пушных зверей, домашних животных и морских зверей. Это лучшие виды утепляющих материалов, имеющие одновременно и большое эстетическое значение. Пушным сырьем называют невыделанные шкурки диких зверей. Меховым сырьем называют невыделанные шкурки домашних животных. Меховыми шкурками морского зверя называют шкурки морского котика, тюлени и нерпы. Для пошива меховых изделий употребляются шкурки животных, прошедшие операции выделки, крошения, отделки. Такие шкурки называют полуфабрикатом. Ассортимент пушно-меховых полуфабрикатов разделяется на следующие группы. Пушно-меховой полуфабрикат. Выделанные шкурки пушных зверей. Это соболь, куница, сурок, зайцы и так далее. Каракулево-смушковый полуфабрикат. Это выделанные шкурки ягнят различных пород овец. Овчинно-меховой полуфабрикат. Меховой полуфабрикат. Шкуры морского зверя, пластины и меха. Выделка пушно-меховых шкурок зависит от их категории. Однако общая схема технологического процесса выделки остается неизменной. Технологические операции выделки меховых шкурок подразделяются на следующие три группы. Первая. Подготовительные операции. Обрезка. Отмока. Мездрение. Вторая. Операции собственной выделки. Пекелевание, дубление, жирование. И третья. Отделочные операции. Откатка, расчесывание, крошение, стрижка, щипка и глажение. Операции собственной выделки обеспечивают придание шкуркам устойчивости к гниению, действию воды, химических реагентов и повышенной температуры. Красят шкурки с целью улучшения их природной окраски или имитации под более ценный мех. Например, шкурки зайца открашивают под песца, шкурки кролика под морского котика, шкурки суслика под соболь и т.д. Шкурки с высоким и густым волосяным покровом стригут для создания ровной поверхности с высотой ворса не более 20 мм. Шкурки некоторых видов животных подвергают щипке, т.е. выдергивают ось с корнем или обрывают ее под пухом на щипальной машине, на которой два вращающихся в разные стороны валика захватывают и выдергивают ось. Пух при этом не подтверждается, не повреждается. Свойства меха зависят от строения и качества выделки. Качество меха определяется качеством волосяного покрова и кожевой ткани, а также прочностью связи волоса с кожевой тканью. Качество волосяного покрова характеризуется высотой, густотой, цветом, блеском, мягкостью, упругостью и другими показателями. Качество кожевой ткани характеризуется ее толщиной, прочностью, мягкостью, пластичностью. Кроме того, на качество меха влияют размеры и масса шкурки, ее носкость и теплозащитные свойства. Для закрепления этой части темы урока ответьте на следующие вопросы письменно. Что называется натуральным мехом? Дайте характеристику носкости меха, опишите теплозащитные и эстетические свойства меха, назовите область применения натурального меха, заполните таблицу и ответы на вопросы также будут являться вашим домашним заданием. Желаю удачи в освоенной теме. Всего доброго! Продолжение следует... Продолжение следует...